Это ваша команда или они просто собрают людей со всей России? Понимаете? Ну, потому что так интернет работает, да? Дай мне справку, я твою фамилию закрашу и напишу, что это я 3 миллиона зарабатываю. Понимаете? Ну, как бы я утрирую, но смысл все равно такой. Значит, фотографии снимаем красивые, видео снимаем, ролики. 5 роликов за 5 дней должны. Из аэропорта снимаете, еще что-то. Сядьте дома, вечером подумайте. Обращение к команде, может быть, про продукт какой-то. Вы знаете, вот я сняла в Сингапуре ролик, там у нас конкурс был, 30-секундный ролик нужно было снять. Про Белнас Продукт 30 секунд. Я переснимала, меня муж уже прям послал, Дашка, слушай, я не могу уложить секунд. Я уже так и так и так, 30-секундный. Вы знаете, сколько у меня просмотров на этом ролике? Я там рассказала, по-моему, про Белнас Пэк. Да, и второе место заняла на бриллиантовой конференции. Вот, то есть смотрите, это не значит, что вам нужно полчаса говорить. Начните с маленьких роликов, и это тоже потом будете на своих мероприятиях и везде выкладывать. И если говорить о, и подвести итог всему сказанному, абсолютно все, что сегодня звучало, это работа, и все это мы делаем. Пять шагов, пять основ, которые я вам предлагаю. Первый шаг – это предпринимательство. Второй – это система мероприятий, выбор ниши, сегментация и рекрутинг. Вот о чем сегодня я с вами поговорю. Готовы? Да! Вот, этот слайд люблю, просто всегда его вставляю, потому что не думайте, что настанут когда-то какие-то идеальные времена. Никогда идеальных времен не будет. То дети маленькие плохо, то дети в школу пошли плохо, то у нас теперь игре я вот поступаю, как бы теперь у меня головная боль, да? Потом что там рассказывать, кто вас там, а потом они женятся, а потом у вас внуки, потом кто-то умирать начнет и так далее. И идеальных времен не будет никогда. И если вам кажется, что это, ребят, сейчас, вот именно сегодня самое идеальное время, когда кризис, раз, народ без денег, и второй момент, компания растет, ну плюс 26% это же у кого-то, ну это же в нашей компании. А почему не у меня? Вопросы, да? Вот, и сейчас идеальное время для старта. Сейчас каждый из вас может за год сделать бриллианта. Сделать этих 6 групп на колбасе, когда народу денег нужны, деньги нужны, понимаете? Вот все в вашей голове. Вы можете прийти и откселить 10 листовочек новых, да, как бы и пойти, чтобы с целью с какой? Вот я про это хотела поговорить сейчас, да, что просто, как бы, ну, не знаю, раздать каталоги, да, у некоторых такая цель, раздать каталоги. У кого-то кто-то пошел дальше, зарегистрировать людей, да, а кто-то выходит на ту же самую промостойку с теми же самыми каталогами, с теми же самыми бумажками, но ставить себе цель найти толковых людей, найти тех, кому нужно, найти людей умнее себя, да, как бы, и впритянуть что-то. Пять лет назад мы думали на теплом или на холодном рынке работать, сегодня мы думаем не в онлайн или в офлайн. Но спасибо огромное Магнусу, не с кем поклон, что на мегамероприятии, когда он выступал, он нам с вами четко обозначил, что нету никакого разделения, что сегодня, как бы, мы с вами 25 часов в сутки находимся в мобильной, да, версии, скажем так, и интернета, он никуда от нас не денется. Мне очень хочется показать вам те этапы, мы же 20 лет вот в компании, да, прожили, вот мы сейчас отмечаем 20-летие, и сейчас в компании действительно новый этап, и мы этому этапу с вами должны соответствовать, мы этому этапу должны, ну, скажем так, быть готовы. И когда говорят, что ой, в 98-м году было легко, ну, было много энтузиазма, вообще не было, рынок был свободный, но было все равно тяжело работать, у людей опыта не было, да, как бы, ничего не знали, ничего не понимали. Следующие 10 лет, как бы, в принципе, привыкли, что, ага, вот я на директора вышла, денежки свои, там, 15 тысяч получаю, как хорошо, стабильно. Ну, и на менеджерском уровне тоже ничего, можно из декрета не выходить, как бы, на работу, и посижу на десятку-то нормально, люди за десятку, они каждый день на работу ходят, да, а на уровне Ульяновска-то вообще 10 тысяч красота, да, вот. То есть, и вот этот вот пассивный период, да, с устойчивыми доходами, он тоже прошел. В какую стадию вступаем мы, и почему сегодня те же онлайнщики и люди, которые новые приходят, не зашоренные, они делают по несколько званий, ребят, еще раз говорю, они приходят, у них сразу предпринимательское мышление, они думают в первую очередь о себе, они просчитывают доходы, да, они просчитывают вложения, они ставят, как бы, ну, более автоматизированные какие-то процессы налаживают, да, контроль очень сильный, то есть немножечко другой, более современный подход к бизнесу. И Юрий Михалюк, он тоже говорит сейчас, да, что танго танцует двое, хватит ждать, что все компания вам делает там, да, ну, то, что с твоей стороны проявляете профессионализм. И мне вот нравится вот эта строчка, да, что на самом деле, вот, то, что это анализ же, это не мой слайд, да, это слайд от компании, анализ был сделан, что на самом деле сейчас люди приходят, ну, скажем так, низкий лидерский потенциал, то есть ждать, что прямо вот придет кто-то и шашку достанет и побежит, может быть, не надо, но, здорово сказал Полежаев, мы ищем тех людей, у кого есть потенциал стать лидером. Да, он пришел с низким потенциалом, да, ну, потому что он не видит ничего в своей жизни, может быть, да, там и желания нет, а мы даем людям возможности, даем систему, чтобы они раздевались. И у многих сегодня закрытие каталога, может быть, выглядит оно вот так вот, да, и действительно, как мне некоторые там написали, там пару лидерств, ой, все, да, вот прямо руки опускаются. Но негативные эмоции, они никого еще до добра не довели. Работать с головой, какие-то, так, не знаю, настрои, аффирмации, и вот такую вам фразу, да, что у человека, отталкивающего других людей из-за своих негативных эмоций, нет никакой надежды на успех, пишет Наполеон Хилл. Успех приходит через применение силы, а сила достигается через совместные усилия разных людей. Отрицательная личность не вызовет желания сотрудничать, да, то есть вы можете сколько угодно улыбаться на фотографиях, но если в личном контакте, если просто по жизни, когда вас сжимают, да, из апельсина льется апельсиновый сок, из лимона лимонный сок, а когда вы закрываете каталог или там кто-то не приходит на встречу, или что-то вообще в жизни происходит, вспомните, что льется из вас, да. Вот. Наполеон Хилл подчеркивает, что если вы хотите вырасти богатым, позитивные эмоции должны доминировать над негативными. И действительно так, что это очень-очень сильно влияет наш с вами настрой. И какой бы каталог ни был, как бы мы его с вами не закрыли, я всегда говорю так, ну, как бы, значит, так должно быть, дальше будет лучше. Значит, так должно быть, завтра будет лучше, да, через час будет лучше. Вот. И наша с вами задача, и наша с вами сила – это позитивный настрой к жизни, сильный настрой по поводу перспектив вашего бизнеса и очень сильное отношение к себе. Формула понятная, ничего нового она нет, но здесь я хочу обратить ваше внимание на отношение к делу. Вот про него очень часто забываю, да, то есть личный результат, личный бренд ставим по главу угла, развиваем, берем все самые лучшие способности, продолжаем обучаться. Почему, как бы, я бриллиантный директор учусь, да, я хожу на тренинги, я иногда плачу деньги, я заказываю в Азоне книжки, практически там раз в два каталога заказываю книги себе. Да, только у меня теперь полочка отдельная стоит. Как развивать канал в Ютубе? Хотя, я понимаю, я понимаю, что все можно ролики найти, но мне нравится книжки почитать, да, там, как вести блоги, как в соцсети и так далее, и так далее. То есть продолжаем развиваться и меняем отношение к делу. И первый наш с вами лайфхак – это предприниматель, это человек, который идет в неизвестность и оставляет после себя рабочую продающую модель. Что это значит? У меня четкое убеждение, что многие из тех лидеров, которые приходят в Reflame, они не предприниматели. Они пришли как на основную работу, они ждут зарплату, они ждут, что им дадут должностные обязанности, они как бы, ну, вот эту вот предпринимательскую, предпринимательский настрой свой не развивают. Ребята, он сам не придет, им тоже надо работать, да. И знаете, какое у меня сравнение, есть такая метафора, как бы сравнить, кто такой предприниматель. Знаете, с чем у меня в последнее время ассоциируется, да, вот в этих условиях, онлайн, на кризиса, мы с вами похожи на ледокол, который идет в холоде, да, через вот такие толщины льда, которые там никому никто не говорит, там, да, у нас карта есть какая-то, но мы проламливаем вот этот вот лед, идем с вами вперед и оставляем после себя, вот когда я говорю, да, систему какую-то, мы оставляем после себя возможность другим людям поплыть, как бы, да, на другие кораблики, то есть пробивать вот это, идти вперед, ничего не бояться, вот такой настрой должен быть. И хочу сказать, что 10 лет назад, когда я пришла, и вот после такого семинара на уровне 15% я вышла и приняла решение, что я стану бриллиантов, на уровне 15% я поняла, что директор меня не мотивирует, ну, вообще не мотивирует. Сидеть и ждать, как бы, что будет у меня 7500 в этом каталоге или не будет, всю свою жизнь, что ли, этим заниматься, клавица там сделай закатик какой-то, да, чтобы я на 7500 вышла. Ребят, ну это предпринимательство? Нет, конечно, да, то есть хочется чего-то другого. И вот именно настрой на бриллианта. И знаете, на самом деле, даже тот же Рачковский, он мне сказал, Наталья, давай, тебе сейчас как бы дозер, ты пойдешь, а мы за тобой как бы тихонечко, да, вот он меня назвал в тот момент бульдозером. Ну что-то вот как-то, ну, здорово, хорошо, он мне там, да, дал такой настрой. Но сегодняшний момент, вот почему-то ассоциация с ледоколом, да, потому что это что-то большое, это статное, это интересное. Вот будьте тем ледоколом, готовым пройти через мглу, холод и все остальное, потому что это бизнес, ребята. И ничего просто так легко не дается. Сколько предпринимателей закрывается в ваших городах? Мелкие палаточки, мелкие какие-то торговцы, даже магазины крупные закрываются. А вы знаете, что на сегодняшний момент, по-моему, 70 компаний за первый квартал 2016 года 70 сетевых компаний просто разорились. Просто разорились. И сейчас вот входят эти ролики в Ютубе, что из 70 компаний, даже если это компанюшечки были, малюсенькие, вот такие вот, да, то сетевики-то там были, ведь эти сетевики брошенные, они сегодня ищут компанию. И это может быть ваша компания, это может быть ваш проект, это может быть и вы. Поэтому предприниматели, чем занимают в последние полгода, даже год, я бы сказала, мы заново начали учить, поддерживаясь к презентации. Мы заново начали в офисах проводить большие полуторачасовые ВВО. Рассказываем эти ВВО о предпринимательстве, о бизнесе, со всеми этими столбиками, со всеми этими, потому что настолько потеряли люди суть бизнеса за последние пять лет, что спросили, я начала у своих директоров, мне сначала менеджер спросил, ну-ка перечисли, мне вот сейчас вставай там, какой уровень? Пятнадцать процентов, перечисли все виды дохода. Профи-клуб, стартовая программа, как бы, а еще что? Объемная скидка родил, как бы, а еще четыре. И все, и тишина. И я вижу, вижу недоумение в ваших глазах, потому что некоторые стесняются спросить, а что за семьи достать? Ну вот потому что, ребят, а мы говорим о каких-то высоких материях, а это основы, а онлайнщики про это рассказывают на каждом вебинаре три раза в день. А мы с вами раздаем каталоги и на дисконт регистрированный день. А в какой момент про бизнес будем говорить? А в какой момент будем гордиться и показывать ролики из Калининграда, что я предприниматель. Я был на форуме современных бизнес-технологий. Я сейчас осваиваю, как бы, новые технологии. У меня крутая команда. Ну что, что три человека? Кто знает? Нет, ничего смешного нет. Вы тоже с этого начинали. А вы думаете, что вы пришли, бриллианты, да? Мне три звезды повесили вот так вот и дали пятьсот человек. Нет же. Я тоже начинала с того, что у меня было три человека на плаверке. Я их считала крутой командой. Это так и было. И основа всех мероприятий и основа, да, кровь нашего бизнеса, это, конечно, рекрутинг. Но задайте себе вопрос. А знаете ли вы эту тему? А погрузились вы в нее? И самое главное, не нервничая, рассказывать одно и то же про суть нашего бизнеса. Я могу сказать, что некоторым пришлось понижать свою презентацию директорам три, четыре, пять раз прийти в офис послушать, чтобы потом ее хоть как-то... Не приглашайте новичков, только я завтра буду рассказывать, говорит директор. Дайте мне рассказать, да? Чтобы как-то повторить. Ребята, а это же и есть наш с вами маркетинг-план, то, что нам дала с вами компания. Вот. И вот эту вот картинку я вставила, можете не переводить ее, но смысл такой, что, наверное, знаете, вот этот сайт, как он там правильно читается, Like in Dean, да? Вот. Сайт профессионалов. Многие на нем зарегистрированы, не понимают, зачем он нужен, как бы, что там меня куда-то позвали, но я сказала, да, и теперь я там есть, да? А что там? А люди там рекрутируют, люди там работают, ищут работников. И вот говорят, что на сегодняшний момент, как бы, если вы рекрутеры, а мы с вами рекрутеры, то мы с вами должны вон сколько выглядеть, да? И на одной кроссовок там, на другой это, и быть актером, и бабушкой, и медиком, и кем угодно, да? Если мы говорим с вами о сути бизнеса, то если делать акцент только как бы на работе с каталогами, только на диском, только рассказывать всем, ой, у нас вот такая хорошая продукция, такая прекрасная эта, давайте подписывайтесь, да, будете с откидкой брать. Ребят, то вот это равносильно того, что мы с вами построим вот такой вот на дачном участке, вот такую вот палатку, или как там она называется? Бытовка, да? Вот. И потом переживаем, а почему у меня все развалилось? А почему лето настало, а у меня нет ничего? Ребят, а скольким людям вы рассказали из своей структуры, рассказали суть бизнеса? Прям вот напишите себе, как бы прокачать свою структуру, прокачать себя на суть бизнеса. Донесите людям, потому что они не знают про рефлей. Да, пусть они придут через продукт, мы сейчас скажем, да, пусть они придут через вынос, как угодно, но найдите тот момент, когда вы вытащите его, заплатите лучше, не промоушен там, что-то какое-то дорогое делать, а заплатите за него кружку чая, кружку кофе, и попросите в час времени, прокачайте на бизнес. Сегодня очень многие люди, молодежь, с древнего возраста ищут чем бы заняться. Ну чем бы заняться, чем такое замутить? Они наш бизнес рассматривают, почему не рассматривают, почему? Ну потому что они нас с вами предприниматели, не считают. Они считают, что нужно заниматься каким-то рефлеймом, там и все. А вы себя сами считаете предпринимателем. Вы гордо несете это звание, вы как бы себя как позиционируете, задумайтесь. А вот чтобы построить вот такой вот крутой небоскреб, да, вот чтобы это, представь, все успели прочитать, что фундамент высотного знания, здание Москва-Титя, опирается на 264 сваи диаметром 2 метра. Представляешь, 300 сваи двухметровых, которые уходят еще на 100 метров в глубину. Да, вот тогда можно уже крутой бизнес строить. И чтобы у вас картинка зафиксировалась, да, что суть бизнеса – это перспективы очень надежной вашей команды. Маленький вам ролик. Внимание на экран. Дом в Астане падает. Новый дом построили, да, и как бы что-то, а знаете, на самом деле, как бы я потом читала в этих статьях, думаю, что это было-то все-таки интересно-то, что на каком-то там через метр, стали на миллиметр уходить. И в результате на 6 сантиметров были сдвинуты где-то в каком-то подъезде сдвинуты вот эти панели. На 6 сантиметров было расхождение, весь дом развалился. Да, поэтому, когда мы с вами строим бизнес, когда мы с вами проводим мероприятия, о чем нужно думать? О том, что я предприниматель, я буду бриллиантом-директором, я просто так время свое тратить не буду. Ну, хотя бы в мыслях настройтесь, чтобы притянуть этих нужных людей. Кто 7 видов дохода забыл, то вот здесь вы можете прочитать их. И эти 7 видов дохода до 4 утра, Владимир Полежаев, мне за рюмкой чая в моем офисе их проговаривал буквально несколько месяцев назад. Потому что наши результаты номер один, 20 лет в бизнесе, и они не меняют свою презентацию. Почему-то, а их бизнес все растет и растет. А мы с вами даже это повторить не можем. Вот я вернусь из слайда, да, то вот здесь я написала, что выучить наизусть как стихотворение, рассказывать всем спящим, родящим, для себящим и так далее. Да? Экономия 20%, акции, подарки, все остальное. Можно получать второй вид дохода, от 3 до 22% с личного товарооборота, да, ЛИК, ЛТО, от 3 до 22% с группового товарооборота, и здесь мы про столбики рассказываем, бонусы с глубины, заворачивающих 22% групп до 6 уровня, да, единорадовые премии, но не до 6, а на 6 поколений, да, со всех, да, не так ты писал, да, да, на 6 видов премий получать, глубины, 6 видов бонусов, единорадовые премии в доллар за достижение новых званий, международные конференции, ситуационный бонус, да, и так далее. В общем, вот это вот прокачиваем. Можно сколько угодно рассуждать сейчас, морковки вы будете строить или не морковки, это не имеет значения, сосиски, колбаски, понимаете, если у вас настроя нету, ну, как бы на хорошее звание, если вы себя не видите с доходом в те же 100 тысяч рублей, то как не строить, хоть сосиски, хоть колбаски, понимаете, просчитать это нужно все, и я думаю, что жизнь на 30 тысяч рублей отличается от жизни на 50 тысяч рублей. Кто со мной согласен? Ребят, а жизнь на 100 тысяч рублей и на 50, это пропасть, понимаете, вот между этими двумя цифрами это пропасть, это другой уровень жизни, это другие возможности для ваших детей, это вы совершенно других людей подтянете, как бы, к свою команду, поэтому настраивайтесь, и не важно, как это происходит. И еще один момент был, тоже на тренинге, сетевая горизонталь называется, да, как бы, смысл в том, что если провести точку со дня регистрации, да, и вот на сегодняшний момент, то кажется, что вроде бы, как я не расту и ничего, ну, как бы, и не падаю там, да, а на самом деле, как бы, если вы не растете, как предприниматель, если вы не развиваете свой бизнес, то, значит, это уже вы падаете, поэтому настрой должен быть боевой. И что я сделала, когда я поняла, что у меня, блин, было 10 групп, а потом 8 групп, а потом 6 групп, да, то есть, как бы, мой бизнес идет не тем, темпом развивается, как я хочу, я просто села и проанализировала. Вы знаете, из всех своих директоров я выделила двух, которые, одна, скажем так, растет, а вторая не падает, а у остальных было вот так вот, у кого есть такое, то так, то так, то так, то так, то так, то так, да, вот, я проанализировала и этих двух людей из моей команды, отличал один момент, постоянный рекрутинг. У других директоров было так, 30 человек, 15 человек, 5 человек, нету никого, нету никого, нету никого, ну, то есть, это я называю регистрацией по группе, 38 человек, 20 человек выдохлось, нету никого, и вот, как только вот это происходит в рекрутинге, это же потом и отражается через 90 дней в расшире распечатки, это все понимают? И вот эти две группы, которые я взяла, что, ага, вот девочка стабильная, вообще, вот прям, вот как часы, да, то есть, у нее группа очень хорошо, стабильная, вообще, никогда не за нее не переживаешь, а вторая девочка сделала два звания за год, открыла, я тогда взяла их лидерские отчеты, да, это не астма, это я вот вам просто такой же человек, как бы, в принципе, сегодня с утра с этого нас начиналось, да, вот Наталья, да, как раз вам проект то же самое, я думаю, у меня это есть слайд, да, мы сегодня подведем итоги всего дня, вот, и я увидела, как бы, думаю, ничего не понимаю, у одной 250 человек, у второй 250 человек, одна, например, каждый каталог, человек по 20, приглашает, там, другая 15, это реактивирует, и это реактивирует, у этой, что так, средний балл 70, у этой, у этой профи-клубе 20 человек, у этой примерно столько же, у этой, ну, то есть видите, что вообще все одинаково, я тогда сижу, думаю, не понимаю, на чему одна сделала два звания, вторая нет, но если у них вообще все одинаково, почему-то два звания сделала, а это ничего, и вы знаете, какой я сделала вывод, что отличается работа именно с количеством засыпающих людей, то есть приходилось у них одинаково, потенциал одинаковый, про 150 баллов всем прокачали, все сделали, да, как бы стартовая программа проходит, но одна потом с этими людьми работает и сопровождает их, и дергает, и проводит мероприятия, и там все, что хочешь для них делай, потому что на самом деле, да, как бы, вот это ей, ну, а вторая всегда говорит, ну, у меня есть менеджер, пусть менеджеры это и делают, то есть это отпустило на менеджеров, да, вторая девчонка сама все это делает, вот, так вот получается, что 10 лет назад, когда Рачковский сидел с моими распечатками и говорит, мне нужны все работы с твоего бизнеса, только два показателя, сколько людей пришло и сколько уснуло, да, то есть, как бы, этот, вот этот момент нужно исправить, да, в КНУКе у нас есть, что нужно, кому звонить, я даже про это не буду говорить, как работать с неактивными людьми, откройте этот, там, КНУК или КНУЛ, там написано, да, кому на первой неделе звонить неактивным, то есть, оказывается, набрать людей это одно, а вот потом с ними, как бы, поддерживать и развивать их, да, обзванивая, делать какие-то СМС, это уже работа спонсора, и вот смотрите, когда мы говорим, что обзван, мероприятие и дальнейшее взаимодействие с этими людьми, это как раз вот повод с ними поговорить, смотрите, что такое спонсирование, потому что мы почему-то вообще про это забыли, как это называется, это совместная работа спонсора с консультантом по развитию его бизнеса и формированию его личности, работа по душам, посидеть, поговорить, и для этого не надо вам собирать большое мероприятие, пусть это будет в офисе, маленькое, но дайте возможность, вот я сейчас на этих мероприятиях стала делать немножко по-другому, вот были мероприятия до этого, два года назад, мы соберем в офисе, ну пусть пять человек, и танцуем перед ними, и подарки всем раздадим, и что там еще, чаю нальем там, да, и перископ включим, то есть мы отдали, как вы думаете, кто в этот момент промотивировался? А почему-то они завтра мы с тобой приходим на мероприятие, мы их зовем, а они не идут, понимаете? И вот после этого мы пересмотрели мероприятие, мы на каждом мероприятии стали делать активности, мы включаем всех людей, мы заставляем их говорить, и даже тот же Велмос-клуб, который мы проводили два года назад, и который мы проводим сейчас, он отличается в корне. Два года назад я приглашала врача, платила пять тысяч рублей, она приходила к нам на Велмос-клуб, и читала лекцию про антиоксиданты, и про все остальное. Приехала Юля Фатимка, вы расти хотите или нет? Вы что тут делаете вообще? К вам никто потом не придет вообще завтра. А что нужно? Да вы спросите, вы обозначите тему, но немножечко сами приготовьтесь, чтобы просто беседу поддержать. И обратитесь к людям, пусть люди у вас говорят. Народ сейчас где? Здесь он молчит. На работе он за компьютером сидит, он молчит. Где ему еще сказать? Пусть он хоть к вам придет, поговорит, выскажется. И вот здесь как раз у нас с вами и будут разговоры. А что вы думаете о компании? А когда вы, куда вы собираетесь ехать, куда там отдыхать? А какие у вас мечты? А какие цели? То есть просто поговорить с человеком по душам. Вот это уже об этом тоже задумываем. Бизнес-приложение тоже работает. Вот эти ролики, про которые я вам говорю, снимать вот здесь за эти 5 дней. Сегодня подняли руку. Ну вообще молодцы. Я даже шампунь не привезла. Не то, что на Вэйдж. Да? У меня вот прям пустой в этом плане чемодан. Вы все привезли. Здесь каждый. Представляете ролик? Умываетесь на Вэйджа на берегу моря. Сколько он соберет этих лайков? Да? Или на балконе, на каком-нибудь. Или наверняка кто-нибудь еще доказался эту пшикалку привезти. Снимите ролик. Пошлите. Сейчас начало каталога понедельник. Вот это тебе онлайн. Короткие ролики, которые тоже можно отправить. Немножко скажу про группы, про которые сегодня очень много идет речь. Ребят, а вот давайте честно сейчас. Чата понаделали, а кто кроме вас в чатах пишет? Редактор субтитров А.Семкин